Военная обстановка в Сирии 18 июля 2018 года. На юге Сирии боевики уступают всю новую территорию наступающим правительственным войскам. За прошедший день отряды сирийской армии сил национальной обороны и сил Тигра, после череды скоротечных боев с местными боевиками, восстановили контроль над населенными пунктами Альмар, Акраба, Алиламия и окрестными высотами. Кроме того, сирийская армия силы национальной обороны вошли на территории деревень Нимер и Джасим, с которыми было достигнуто соглашение о примирении. Город Нова остается под контролем Хаят Тахрирасшам, бывшая Джабхатан Нусра, сирийская крыла Аль-Каиды, а также ее союзников. Данный город является последним существенным оборонительным рубежом боевиков к западу от города Дыра. Кроме того, сирийские государственные СМИ объявили о том, что города Бусра-шам и Хирак полностью заняты после того, как местные боевики сложили оружие в рамках ранее заключенного соглашения. Подводя итог последних событий на юге Сирии, становится очевидным, что оппозиция во главе с Хаят Тахрирасшам уже проиграла битву против сирийской армии. Единственная местная группировка, которая способна дать военный отпор сирийской армии, является армия Халида и Банальвалиды, местное крыло ИГИЛ. 17 июля Министерство обороны России объявило о том, что из Сирии в Южный военный округ на места своей постоянной дислокации вернулись 100 военнослужащих военной полиции. По информации Министерства, из раздираемой войной Сирии было выведено 35 самолетов и вертолетов, а также часть технического, авиационного и медицинского персонала. По информации канала CNN, США, Франция, Великобритания и их союзники рассматривают возможность эвакуации членов организации «Белые каски» из сирийской провинции Идлиб, которая вскоре останется единственным местом, где Хаят Тахрирасшам контролирует часть территорий. По информации CNN, причиной данного возможного шага являются опасения за безопасность участников данной широко известной волонтерской организации. С другой стороны, сирийские активисты отмечают то, что Альянс во главе с США может попытаться скрыть информацию о провокациях, в том числе постановочных химических атаках, в которых участвовали члены «Белых касок». Недавно Хаят Тахрирасшам объявила о том, что группировка и ее союзники активно готовятся к отражению ожидаемой операции сирийской армии в провинции Идлиб, которая, скорее всего, будет начата вскоре после полного разгрома боевиков в провинциях Драа и Кунейтра. Продолжение следует...